Девушки отдыхают Лук и вареное яйцо А это рецептура откуда? Твой собственный? Это сборник из всех рецептов интернета Вот эти ингредиенты есть во всех рецептах А это готовые бутерброды, это если у нас не получится наш оригинальный бутерброд Да, ну и чтобы ты сравнил Первое, что нам нужно, это морковь с луком немного обжарить Именно немного Да, совсем чуть-чуть Ммм, ну ароматы, конечно, стоят волшебные Да, пахнет жареным маслом Жареные овощи, жареное масло Такое ощущение, что ты находишься, ну, где-то на кухне в столовой Ну и вот я вам хочу сказать, что вот здесь ингредиентов Если отнять готовый паштет, ну, и с учетом, что я купил десяток яиц сразу Примерно на 300 российских рублей Но паштета из вот этого количества ингредиентов у меня получилась вот такая чашка Ты уже делал это? Да, я вчера протестил, все сделал И можно теперь следующий ингредиент добавлять прямо вот сюда Это сама печень Ты ее предварительно нарубал как-то или нет? Или просто готовил? Чуть поменьше кусочки Главный ингредиент, который нам потребуется, точнее, техническая новинка 21 века Это, естественно, блендер Я думал, ты скажешь спиннеры, каким-то образом его сюда привяжешь Да, правильно, кончается наер, но не спиннер Что это? Крутится-вертится, это блендер Да Надо будет, видимо, всю эту жареную массу, я предполагаю, перерубить в однородную массу Да, в блендере, и чтобы вкус был великолепный, мягкий и консистенция была такая нежидкая Мы добавим сливочное масло туда, весь вот этот брикет Вот это что, вот вареное яйцо Вареное яйцо тоже отправится в блендер Надеюсь, что у нас это все поместится, но если что, вот эту массу не всю выложим И как говорит господин Сталик Ханкишиев Печень очень дружит с перцем Печень с перцем, понимаешь? Соль и перец, да, мы вот сейчас добавим Видишь? Ну, как человек, который вел достаточно активный студенческий образ жизни Ты, безусловно, знаешь все о печени и о том, с чем она дружит С чем она дружит и с чем не дружит Как долго нужно жарить? Я, конечно, понимаю, что мы сегодня показываем как бы вот основные ходы Но вот в рамках нашей студии, в рамках нашего эфира мы успеем ее прожарить достаточно, чтобы я это съел Ее прожаривать нужно очень-очень мало, буквально две минуты Вот сейчас она минуту уже прожарилась И сейчас, пока мы смотрим очередной совет за одну минуту, она уже будет готова Вместе с морковкой и с луком чуть-чуть буквально обжаривается это все Поэтому прямо сейчас мы посмотрим Доброе утро! Продолжается наша новая рубрика «Жарим печень с Антоном Моцкусом» Но делаем мы это не просто так, мы готовим домашний Паштет! Домашний паштет, конечно! Делать это она с довольным лицом Сделай довольное лицо Вот, примерно с таким Видишь? От печени уже практически сверху на ней не осталось красных пятнышек Поэтому уже можно заканчивать А внутри она должна быть как middle, medium Чтобы она у вас лопаточкой ломалась Лопаточкой ломалась И внутри она тоже была уже, ну, не красная Вот, посмотрите, прошло буквально две минуты Краснота чуть-чуть осталась И вот пока печень доходит Давайте начнем наполнять наш блендер другими ингредиентами Пожалуйста, я тебе доверяю Да без проблем! Наполняй печень маслом! А можно, Дарья, доверить мне ложку? Или нож? Вот, возьми вот этот Итак, масло, все Ну давай половину Мы половину отсюда возьмем, половину масла Масло мы добавляем для того, чтобы консистенция была поплотнее Да, ну и вкуса она, конечно, добавит такого сливочного Печень маслом не испортишь Масло мажут на хлеб, и паштет мажут на хлеб А куриную печень... А ты делаешь печень, которую не надо мазать с маслом Она уже с маслом внутри Да, типа того Лайфкак! Ты молодец! Все высыпаем? Да, яйцо можно все Здесь два куриных яйца Ну ты посмотри сам, если вот видишь, что достаточно Чтобы у тебя не весь, не вся емкость забилась одним яйцом Ну давай вот так, примерно Итак, мне кажется, печень вот сейчас в самый раз Слушай, вот я печень как-то в детстве вообще не люблю Выключаем Сейчас я потихонечку начинаю есть Взрослеешь Взрослею, да Но все равно как-то вот вкус печени, он наверняка не самый популярный вкус мясных продуктов в мире И поэтому такая паштетная форма для печени, это хороший способ ее поглощать А ходят слухи, что это очень полезно А я не против печени Кто-то называет его суп-продуктом Я считаю, это очень даже напрасно Так И так Сейчас будет самое интересное Замечательно Может ты просто так поешь печень, мы не будем париться с паштетом? Нет уж, давай-ка, давай-ка Я и так поем печень, потому что Потому что с печенью все понятно А вот что с паштетом выйдет, пока не ясно до конца Насадка для блендера Итак Основная часть Месива Паштет приобретает сразу же характерный цвет для паштета И самое интересное, что когда он будет готов, совсем готов Когда все у нас перемолится, это тоже буквально там полминуты надо делать Вы просто увидите, что паштет похож на паштет Ему надо постоять И если он у вас постоит в холодильнике Тогда все вообще будет идеально Прямо как баночку свежую открыли Антон, давай помоги мне сейчас И ведь ты должен сейчас будешь посмотреть туда внутрь И понять, готова ли Та ли консистенция, которая тебе нужна Давай попробуем Внимание Та-дам! Слушайте, так ведь действительно Вот как будто бы баночку сейчас открыли Или коробочку И видишь, он такой не совсем жидкий Нет, но ясное дело, что он еще и теплый при всем При том, да, если мы его дадим остудиться в холодильнике Он погустее станет и попрохладнее Итак, сейчас момент истины Еще раз Я говорю, Антон, чтобы зал у тебя красивый Наш домашний паштет темнее, магазинная нога Темнее, конечно Темнее от слова «тема» Может, потому что гусиная печень использована в магазине, а она светлее Итак, Антон решил начать с покупного Баночка такого паштета стоит 49 рублей Я вам на секундочку скажу Вот так вкусненькая А я на две скажу паштет и паштет Ну вот обычнейший Обычнейший паштет Ну и паштет домашний С пылу, с жару Давай Чувствуешь? Чувствуешь? Чувствуешь, что печень не гусиная Чувствуешь сливочное масло? А куриное яичко? Печень чувствую Чувствуешь печень Так Ну, вот этот паштет, он похож на паштет А этот паштет, он похож на печень Хорошо это или плохо, решать вам Я как бы не любитель печени Но постепенно ее полюбитель Скажи, что неплохо, Антон Здорово Да не расстраивайся ты Готовь сам себе паштеты Все, спасибо большое Я запомню, я запомню Это все потому, что натуральные ингредиенты здесь Конечно, он похож на печень Да вкусно А в том, нет просто печени, вообще ни грамма Поэтому ты не почувствовал Вот так вот и устроено человечество Оно воспринимает то, что ему подсовывают вот эти вот суррогаты А от настоящего и изначального они отказываются А прямо сейчас вот напомню Пошаговый рецепт На пошаговый рецепт мы прямо сейчас будем выкладывать в инстаграм программу «Новое утро» Вы видите то, как нас можно найти внизу экрана Поэтому, пожалуйста, заходите Буквально через две минутки мы это сделаем Ложкой я паштет есть не буду Специально ради тебя, чтобы ты узнал что-то Нет, всю съедай Съедай весь паштет Ты прям молодец, Антонна Целиком Потому что у нас котик в студии И этот котик любит паштет в отличие от тебя Скорее заканчивайте на эту студию, я сейчас не могу больше Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok